Без подробного изложения, что принципы современного права признаются нами. Значение этого умолчания заключается в том, что неназванный принцип оставляет нам свободу действий, исключать то или иное из него неприметно. При перечислении их они являются все как бы уже дарованными. Гениальность подлости. Народ питает особую любовь и уважение гением политической мощи. И на все их насильственные действия отвечает подло то, подло, но ловко. Фокус, но как сыгран, со сколь величавой нахальностью. Мы рассчитываем привлечь все нации к работе возведения нового фундамента здания, которое нами проектировано. Вот почему нам придется прежде всего запасти и заручиться той прямо бесшабашной удалью и мощью духа, которая в лице наших деятелей сломит все препятствия на нашем пути. Что обещает масонский государственный переворот? Когда мы совершим наш государственный переворот, мы скажем тогда народам. Все шло ужасно плохо. Все и страдались. Мы разбираем причины ваших мук. Народности, границы, разномонентность. Конечно, вы свободны произнести над нами приговор. Но разве может быть он справедливым, если он будет вами утвержден прежде, чем вы испытаете то, что мы вам дадим? Тогда они вознесут нас и на руках понесут в единодушном восторге надежд и уповании. Голосование, которое мы сделали орудием нашего воцарения, приучит к нему даже самые мелкие единицы из числа членов человечества, составление групповых собраний и соглашений, отслужит свою службу и сыграть на этот раз свою последнюю роль единогласием в желании ознакомиться с нами поближе, прежде чем осудить. Всеобщее голосование! Для этого нам надо привести всех к голосованию, без различия классов и ценза, чтобы установить абсолютизм большинства, которого нельзя добиться от интеллигентных цензовых классов, Таким порядком, приучив всех к мысли о самозначении, мы сломаем значение Гоевской семьи и ее воспитательную цену, устраним выделение индивидуальных умов, которым толпа, руководимая нами, не даст ни выдвинуться, ни даже высказаться. Она привыкла слушать только нас, плативших ей за послушание и внимание. Этим мы создадим такую слепую мощь, которая никогда не будет в состоянии никуда двинуться, помимо руководства наших агентов, поставленных нами на место ее лидеров. Народ подчинится этому режиму, потому что будет знать, что от этих лидеров будут зависеть заработки, подачки и получение всяких благ. Гениальный руководитель масонства! План управления должен выйти готовым из одной головы, потому что его не скрепишь, если допустить его раздробление на клочки во многочисленных умах. Поэтому им можно ведать план действий, но не обсуждать его, чтобы не нарушить его гениальности, связи его составных частей, практической силы, тайного значения каждого его пункта. Если обсуждать и изменять подобную работу многочисленным голосованием, то она понесет на себе печать всех умственных недоразумений, не проникшись в глубину и связь ее замыслов. Нам нужно, чтобы наши планы были сильны и целесообразно задуманы. Поэтому нам не следует бросать гениальной работы нашего руководителя на растерзание толпы или даже ограниченного общества. Эти планы не перевернут пока вверх дном современных учреждений, они только заменят их экономию, а следовательно, всю комбинацию их шествия, которая таким образом направится по намеченному нами пути. Учреждения и их функции. Под разными названиями во всех странах существует приблизительно одно и то же представительство, министерство, сенат, государственный совет, законодательные и исполнительные органы. Не нужно пояснять вам механизма отношений этих учреждений между собой, так как это вам хорошо известно. Обратите только внимание на то, что каждое из названных учреждений отвечает какой-либо важной государственной функции. Причем прошу вас заметить, что слово «важный» я отношу не к учреждению, а к функции. Следовательно, не учреждения важны, а важны функции их. Учреждения поделили между собой все функции управления, административную, законодательную, исполнительную. Поэтому они стали действовать в государственном организме, как органы в человеческом теле. Если повредим одну часть государственной машины, то государство заболеет, как человеческое тело, и умрет. Яб либерализма Когда мы ввели в государственный организм яд либерализма, вся его политическая комплекция изменилась. Государства заболели смертельной болезнью, разложением крови. Остается ожидать конца агонии. Конституция, школа партийных раздоров, республиканская эра, президенты, креатура, масонство, чудовище. От либерализма родились конституционные государства, заменившие спасительное для ГОИ в самодержавие. А конституция, как вам хорошо известно, есть не что иное, как школа раздоров избирать президентов. Но мы у нее отнимем право предложения законов, их изменения, ибо это право будет нами предоставлено ответственному президенту, кукле в наших руках. Конечно, тогда власть президента станет мишенью для всевозможных нападок, но мы ему дадим самозащиту в праве обращения к народу, к его решению помимо его представителей, то есть к тому же нашему слепому прислужнику, большинству из толпы. Независимо от этого, мы предоставим президенту право объявления военного положения. Это последнее право мы будем мотивировать тем, что президент, как шеф всей армии страны, должен иметь ее в своем распоряжении на случай защиты новой республиканской конституции, на защиту которой он имеет право как ответственный представитель этой конституции. Масонство законодательная сила. Понятно, что при таких условиях ключ от святилища будет находиться в наших руках и никто, кроме нас, не будет уже руководить законодательной силой. Новая республиканская конституция. Кроме того, мы отнимем у парламента с обведением новой республиканской конституции право запроса о правительственных мероприятиях под предлогом сохранения политической тайны. Да помимо того, новой конституции мы сократим число представителей до минимума. Чем сократим настолько же политические страсти и страсть к политике. Если же они, пачи чаяния, возгордятся и в этом минимуме, то мы их сведем на нет воззванием и обращением ко всенародному большинству. От президента будет зависеть назначение президентов и вице-президентов палат. Вместо постоянных сессий парламентов мы сократим их заседания до нескольких месяцев. Кроме того, президент, как начальник исполнительной власти, будет иметь право собрать или распустить парламент. И в случае распуска протянуть время до назначения нового парламентского собрания. Но чтобы последствия от всех этих по существу беззаконных действий не пали на установленную нами ответственность президента преждевременно для наших планов, мы дадим министрам и другим окружающим президента чиновникам высшей администрации. Мысль обходить его распоряжение собственными мерами, за что и подпадать под ответственность вместо него. Эту роль мы особенно рекомендуем давать для исполнения Сенату, Государственному Совету и Совету Министров, а не отдельному лицу. Президент будет, по нашему усмотрению, толковать смысл тех из существующих законов, которые можно истолковать различно. К тому же он будет аннулировать их, когда ему нами будет указана в том надобность. Кроме того, он будет иметь право предлагать временные законы и даже новые изменения правительственной конституционной работы, мотивируя как то, так и другое требованиями высшего блага государства. переход к масонскому самодержавию. Такими мерами мы получим возможность уничтожить мало-помалу шаг за шагом все то, что первоначально преступлений нашим в наши права мы будем вынуждены ввести в государственные конституции для перехода к незаметному изъятию всякой конституции, когда наступит время превратить всякое правление в наше самодержавие. Момент провозглашения всемирного царя. Признание нашего самодержства может наступить и ранее уничтожение конституции. Момент этого признания наступит, когда народы измученные неурядицами и несостоятельностью правителей нами подстроенные воскликнут уберите их и дайте нам одного всемирного царя, который объединил бы нас и уничтожил причины раздоров границы национальности, религии, государственные расчеты, который дал бы нам мир и покой, который мы не можем найти с нашими правителями. Но вы сами отлично знаете, что для возможности всенародного выражения подобных желаний необходимо беспрепятственно мутить во всех странах народные отношения и правительствам, чтобы переутомить всех разладом, враждою, борьбою, ненавистью и даже мученичеством, голодом, прививкой болезней, нуждою, чтобы гои, эти скоты, не видели другого выхода, как привегнут к нашему денежному и полному владычеству. Если же мы дадим передышку народам, то желательный момент едва ли когда-нибудь наступит. протокол номер одиннадцать программа новой конституции итак вот программа новой готовящейся конституции мы будем творить закон право и суд первое под видом предложений законодательному корпусу второе указаны президента под видом общих установлений постановлений сената и решений государственного совета под видом министерских постановлений третье а в случае наступления удобного момента в форме государственного переворота это можно видеть в Чили в Греции и в других странах нет некоторые подробности предположенного переворота займемся подробностями тех комбинаций которыми нам остается довершить переворот хода государственных машин вышесказанном направлении под этими комбинациями разумею свободу прессы право ассоциаций свободу совести выборное начало и многое другое что должно будет исчезнуть из человеческого репертуара или должно будет в корне изменено на другой день после провозглашения новой конституции только в этот момент нам возможно будет сразу объявить все наши постановления ибо после всякое заметное изменение будет опасно и вот почему если это изменение проведено будет в суровой строгости и в смысле строгости и ограничений то оно может довести до отчаяния вызванного боязнь новых изменений в том же направлении если же оно произведено будет в смысле дальнейших послаблений то скажут что мы создали свою неправоту а это подарет орел непогрешимости новой власти или же скажут что испугались и вынуждены идти на уступки за которые никто не будет благодарен ибо будет их считать должными то и другое вредно для престижа новой конституции нам нужно чтобы с первого момента ее провозглашения когда народы будут ошеломлены свершившимся переворотом будут еще находиться в терроре и недоумении они сознали что мы так сильны так неуязвимы так исполнены мощи что мы с ними ни в каком случае не будем считаться и не только не обратим внимания на их тянание мнение и желание но готовы и способны непререкаемые власти подавить выражение и проявление их каждый момент и на каждом месте что мы все сразу взяли что нам было нужно и что мы в каком случае бы то ни было не станем делиться с ними нашей властью тогда они от страха закроют глаза на все и станут ожидать что из этого видят поясним таким же образом совершилась революция в России был объявлен красный террор и жестокостью уничтожались даже те которые ни единым словом не обмолвились против вновь пришедшей власти гои бараны гои баранья стада а мы для них волки а вы знаете что бывает с овцами когда в овчарню забираются волки они закроют глаза на все еще и потому что мы им пообещаем вернуть все отнятые свободы после усмирения врагов мира и украшения всех партий стоит стоит ли говорить о том сколько времени они будут ожидать этого возврата для чего же мы придумали и внушили гоям всю эту политику внушили не дав им понять разглядеть ее подкладку для чего как не для того чтобы обходом достигнуть того что недостижимо для нашего рассеянного племени прямым путем это послужило основанием для нашей организации тайного масонства которого не знают и целей которых даже не подозревают скоты гои привлеченные нами в показную армию масонских лож для отвода глаз их соплеменниками бог какой это бог читатель увидит из дальнейшего развития даровал нам своему избранному народу рассеяние и в этой кажущейся для всех слабости нашей и сказала вся наша сила которая теперь привела нас к порогу всемирного владычества нам теперь немного уже остается достраивать на заложенном фундаменте протокол номер 12 масонское толкование слова свобода слово свобода которое можно толковать разнообразно мы определяем так свобода есть право делать то что позволяет закон подобное толкование этого слова в то время послужит нам к тому что вся свобода окажется в наших руках потому что законы будут разрушать или созидать только желательное нам по выше изложенной программе будущее прессы в масонском царстве с прессой мы поступим следующим образом какую роль играет теперь пресса она служит пылкому разгоранию нужных нам страстей или же эгоистичным партийностям она бывает пуста несправедлива лжива и большинство людей не понимает вовсе чему она служит мы ее оседлаем и возьмем в крепкие вожжи тоже сделаем и с остальной печатью ибо какой смысл нам избавляться от нападков прессы если мы остаемся мишенью для брошюры и книги мы превратим ныне дорогостоящий продукт гласности дорогой благодаря необходимости его цензуры в доходную статью для нашего государства мы ее обложим особым марочным налогом и взносами налогов при учреждении органов печати или типографии которые должны будут гарантировать наше правительство от всяких нападений со стороны прессы за возможное нападение мы будем штрафовать беспощадно такие меры как марки залоги и штрафы ими обеспеченные принесут огромный доход правительству правдопартийные газеты могли бы не пожалеть денег но мы их будем закрывать по второму нападению на нас никто безнаказанно не будет касаться ореола нашей правительственной непогрешимости предлог для прекращения издания закрываемый де орган волнует умы без повода и основания прошу вас заметить что среди нападающих на нас будут и нами учрежденные органы но они будут нападать исключительно на пункты предназначенные нами к изменению контроль над прессою ни одно оповещение не будет проникать в общество без нашего контроля это и теперь уже нами достигается тем что все новости получаются несколькими агентствами в которых они централизуются со всех концов света эти агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями и будут оглашать только то что мы им предпишем корреспондентские агентства если если теперь мы сумели овладеть умами гоевских обществ до той степени что все они почти смотрят на мировые события сквозь цветные стекла тех очков которые мы им надеваем на глаза если теперь для нас ни в одном государстве не существует запоров преграждающих нам доступ к так называемой гоевской глупостью государственным тайнам то что же будет тогда когда мы будем признанными владыками мира в лице нашего всемирного царя вернемся в будущем печати каждый пожелавший быть издателем библиотекарем или типографщиком будет вынужден добыть на это дело установленный диплом который в случае провинности немедленно же будет отобран при таких мерах орудие мысли станет вспомогательным средством в руках нашего правительства которое уже не допустит народную массу заблуждаться в дебрях и мечтах о благодеяниях прогресса кто из нас не знает что эти призрачные благодеяния прямая дорога к нелепым мечтаниям от которых родились анархические отношения людей между собой и к властям потому что прогресс или лучше сказать идея прогресса навела на мысль а всякого рода эмансипации не установив ее границ все так называемые либералы будь анархисты если не дела то мысли каждый из них гоняется за призраками свободы впадая исключительно в своеволие то есть в анархию протеста ради протеста еще о прессе перейдем к прессе мы ее обложим как и всю печать марочными сборами с листа и налогами о книге имеющие менее 30 листов в двойном размере мы их запишем в разряд брошюр чтобы с одной стороны сократить число журналов которые собой представляют худший печатный яд а с другой стороны эта мера вынудит писателей к таким длинным произведениям что их будут мало читать особенно при их дороговизне то же что мы будем издавать сами на пользу умственного направления в намеченную нами сторону будет стоить дешево и будет считаться на расхват налог угомонит любое литературное влечение а наказуемость поставить литератора в зависимость от нас если и найдутся желающие писать против нас то не найдется охотников печатать их произведения прежде чем принять для печати какое-либо произведение издатель или типографчик должен будет прийти к властям просить разрешения на это таким образом нам заранее будут известны готовящиеся против нас козни и мы их разобьем забежав вперед с объяснениями на тактуемую тему литература и журналистика две важнейших вспомогательных силы вот почему наше правительство сделается собственником большинства журналов этим будет нейтрализовано вредное влияние частной прессы и приобретется громадное влияние на умы если мы разрешим десять журналов то сами учредим тридцать и так далее в том же роде но этого отнюдь не должны подозревать публики почему и все издаваемые нами журналы будут самых противоположных по внешности направлений и мнений что возбудит к ним доверие и привлечет к ним наших ничего не подозревающих противников которые таким образом попадутся в нашу западню и будут обезврежены на первом плане поставятся органы официального характера они будут всегда стоять на страже наших интересов и потому их влияние будет сравнительно ничтожно на втором станут официозы роль которой будет заключаться в привлечении равнодушных и тепленьких на третьем мы поставим как бы нашу оппозицию которая хотя бы в одном из своих органов будет представлять собой как бы наш антипод наши действительные противники в душе примут эту кажущуюся позицию за своих и откроют нам свои карты едва ли это не практикуется теперь даже и в России все наши газеты будут всевозможных направлений аристократического пока конечно толка и будут жить конституции они как индийский божок вишну будут иметь сто рук из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений когда пульс ускорится тогда эти руки поведут мнение по направлению к нашей цели ибо разволновавшийся субъект теряет рассудительность и легко подается внушению те дураки которые будут думать что повторяет мнение газеты своего лагеря будут повторять наше мнение или то которое нам же желательно воображая что они следуют за органом своей партии они пойдут за тем флагом который мы вывесим для них чтобы направлять в этом смысле наши газетные милиции мы должны особенно тщательно организовать это дело под названием центрального отделения печати мы учреждим литературные собрания в которых наши агенты будут незаметно давать пароль и сигналы обсуждая и противоречия нашим начинаниям всегда поверхностно не затрагивая существа их наши органы будут вести пустую перестрелку с официальными газетами для того только чтобы дать нам повод высказаться более подробно чем мы могли бы это сделать в первоначальных официальных заявлениях конечно когда это для нас будет выгодно поясним припомните как обсуждалась новая конституция сколько было мнений решений а прошло только то что нужно было правительству нападки эти на нас сыграет еще и ту роль что подданные будут уверены в полной свободе говорения и нашим агентам это даст повод утверждать что выступающие против нас органы пустословить так как не могут найти настоящих поводов существенного провержения наших распоряжений такая незаметная для общественного внимания но верное мероприятие всего успешнее поведет общественное внимание и доверие в сторону нашего правительства благодаря им мы будем по мере надобности возбуждать и успокаивать умы в политических вопросах убеждать или сбивать с толку печатая то правду то ложь данные их или опровержения смотря потому хорошо или дурно они приняты всегда осторожно ощупывая почву прежде чем на нее ступить мы будем побеждать наших противников наверняка так как у них не будет в распоряжении органов печати в которых они могли бы высказаться до конца вследствие вышесказанных мероприятий против прессы нам не нужно будет даже опровергать их до основания пробные камни брошенные нами в третьем разряднейшем прессе в случае надобности мы будем энергично опровергать в официозах масонская солидарность в современной прессе уже и ныне в формах хотя бы французской журналистики существует масонская солидарность в народе все органы печати связаны между собой профессиональной тайной подобно древним авгурам ни один член ее не выдаст тайны своих сведений если не постановлено их оповестить ни один журналист не решится предать этой тайны ибо ни один из них не допускается в литературу без того чтобы все прошлое его не имело бы какой-нибудь посыдной раны эти раны были бы тотчас же раскрыты пока эти раны составляют тайну немногих ореол журналиста привлекает мнение большинства страны за ним шествуют с восторгом следует заметить что не стоит удивляться тому что несколько лет назад в американской печати были опубликованы секретнейшие документы из архивов Центрального разведывательного управления как мы видим на это были сделаны особые распоряжения возбуждение провинциальных общественных требований провинциальных расчеты особенно простираются на провинцию в ней нам необходимо возбудить те упования и стремления с которыми мы всегда могли бы обрушиться на столицу выдавая их столицам за самостоятельные упования и устремления провинции ясно что источник их будет все тот же наш нам нужно чтобы иногда пока мы еще не в полной власти столицы оказывались окутанными провинциальным мнением народа то есть большинства подстроенного нашими агентами нам нужно чтобы столицам в психологический момент не пришлось бы обсуждать совершившегося факта уже по одному тому что он принял мнением принят мнением провинциального большинства непогрешимость нового режима когда мы будем в периоде нового режима переходного к нашему воцарению нам нельзя будет допускать разоблачение прессой общественной бесчестности надо чтобы думали что новый режим так всех удовлетворил что даже преступность иссякла в случае проявления преступности должны оставаться в ведении их жертв и случайных свидетелей не более протокол номер тринадцать нужда в насущном хлебе нужда в насущном хлебе заставляет Гоев молчать и быть нашими покорными слугами взятые в нашу прессу из их числа агенты будут обсуждать по нашему приказу то что нам неудобно издавать непосредственно в официальных документах а мы тем временем под шумок поднявшегося обсуждения возьмем да и проведем желательные нам меры и поднесем их публике как совершившийся факт никто не посмеет требовать отмены разрешенного тем более что оно будет представлено как улучшение а тут пресса отвлечет мысли на новые вопросы мы ведь приучили людей искать всего нового на обсуждение этих новых вопросов набросятся те из безмозглых вершителей судеб которые до сих пор не могут понять что они ничего не смыслят в том что берутся обсуждать вопросы политики никому не доступны кроме руководящих ею уже много веков создателей ее из-за этого вы увидите что добиваясь мнения толпы мы только облегчаем ход нашего механизма и вы можете заметить что не действием а словам выпущенным нами по тому или другому вопросу мы как бы ищем одобрение мы постоянно провозглашаем что руководимся во всех наших мероприятиях надеждой соединенной с уверенностью послужить общему благу чтобы отвлечь слишком беспокойных людей от обсуждения вопросов политики мы теперь проводим новые якобы вопросы ее вопросы промышленности на этом поприще пусть себе беснуются которые здесь ставят на повестку дня это использование трудовых ресурсов в изображении как и в других республиках Кавказа а также в Средней Азии значительная часть трудоспособного населения еще не вовлечена в общественное производство мне известно что принимается ряд мер для изменения такого положения дела не следует еще не следует еще не следует эту работу тут есть немало путей в первую очередь необходимо эффективное использование производственной фонды покончить с недорусской оборудованием которое все еще имеет место на многих предприятиях республики надо уметь смотреть вперед увеличение добычи нефти имеют свои естественные пределы видом обмана народа и государства масса соглашается бездействовать отдыхать от якобы политической деятельности которой мы же их приучили чтобы бороться при их посредствии с горловскими правительствами лишь под условием новых занятий в которых мы им указываем как бы политическое направление увеселение народная дома чтобы они сами до чего не додумались мы их еще отвлекаем увеселениями играми забавами страстями народными домами скоро мы станем через прессу предлагать конкурсные состязания в искусстве спорте всех видов эти интересы отвлекут окончательно умы от вопросов на которые нам пришлось бы с ними бороться отвлекая все более и более от самостоятельного мышления люди заговорят в унисон с нами потому что мы одни станем предлагать им новое направление мысли конечно через таких же рис с которыми они нас не почтут солидарными истина одна роль либеральных утопистов будет окончательно сыграно когда наше правление будет принято до тех пор они нам сослужат хорошую службу поэтому мы еще будем направлять умы на всякие измышления фантастических теорий новых и якобы прогрессивных ведь мы с полным успехом скружили прогрессом безмоглые безмозглые Гоевские головы и нет среди Гоев ума который бы увидел что под этим словом кроме отвлечения от истины во всех случаях где дело не касается материальных изобретений ибо истина одна и нет в ней места прогрессу прогресс как ложная идея служит к затемнению истины чтобы никто ее не знал кроме лиц нас божьих избранников хранителей ее истина великие проблемы когда мы воцаримся то наши ораторы будут толковать о великих проблемах которые переволновали человечество для того чтобы его в конце концов привести к нашему благому правлению кто заподозрит тогда что все эти проблемы были подстроены нами по политическому плану которого никто не раскусил в течение многих веков и тысячелетий протокол номер четырнадцать религия будущего когда мы воцаримся нам нежелательно будет существование другой религии кроме нашей о едином Боге происхождение этого единого Бога будет выяснено ниже с которым наша судьба объединена с судьбами мира поэтому мы должны разрушить всякие верования если от этого родятся современные атеисты то как переходная ступень это не помешает нашим видам а подслужат примером для тех поколений которые будут слушать проповеди о нашей религии Моисея подразумевается Талмуд приведший своей стойкой и обдуманной системой к покорению нам всех народов в этом мы подчеркнем и мистическую ее правду в которой скажем мы основывается вся ее воспитательная сила тогда при каждом случае мы будем публиковать статьи в которых будем сравнивать наше благое правление с прошлыми благодеяния покоя хотя и вынужденного веками волнений послужат к новому рельефу сказанного блага ошибки Гоевских администраций будут описываться нами в самих ярких красках то есть сегодня опубликовать о тех беззакониях которые творятся в Советском Союзе о миллионах разводов о миллионах убийств краж грабежей на всех видах транспорта промышленности о продаже квартир то весь народ сам с ужасом отшатнется от тех кому они поклонялись и как пишет Плещеев имена их презирать своих детей научит мать и об этом же говорил Натсон тогда сорвем венки с поникших их голов ростов растопшим света сиявшей веками воздвигнем вновь ряды страдальщицких крестов и насмеемся вновь над нашими богами то есть сегодня вишними вождями секретарями мы посеем такое к ним отвращение что народы предпочтут покой в крепостном состоянии правам пресловутой свободы столь их измучившим истощившим самые источники человеческого существования которые эксплуатировались толпой проходимцев не ведавших что творят бесполезные перемены правлений которым мы подбивали гоев когда подкапывали их государственные знания здания до того надоедят к тому времени народам что они предпочтут терпеть от нас все лишь бы не рисковать переиспытать пережитые волнения и невзгоды мы же особенно будем подчеркивать исторические ошибки гоевских правлений столько веков промучивших человечество отсутствием сообразительности во всем что касается истинного его блага в погоне за фантастическими проектами социальных благ не замечая что эти проекты все больше ухудшали а не улучшали положение всеобщих отношений на которых основывается человеческая жизнь стоит припомнить как пришел к власти Адольф Гитлер о чем уже было сказано выше как миллионы людей и вся Европа в благозовении склонились перед его силою и всем казалось что наступило время тысячелетнего рейха но прошло всего лишь тринадцать лет и народы начали проклинать его кто не помнит Иосифа Сталина которого восславляли все и мирские и духовные лица стоит прочитать журнал Московской Патриархии за 1945 год или проповеди митрополита Николая о которых можно было бы сказать что это проповеди восхваляющие великого тирана всех веков Сталина принадлежат комиссарам в рясах стоит прочитать документы 22-го съезда КПСС выступление Никиты Сергеевича Хрущева развенчавшего культ личности Сталина имя которого написано несколько раз на каждом отрезке железнодорожного пути на всех машинах колхозах и газетах кто не помнит как тросами и танками ломали его памятники и тело его было вышвырнуто с мавзолея масоны сделавшие это специально мучает гольский народ а мы скажем наш бедный и страдавшийся русский народ кто только не производил над ним экспериментов бедные люди мы предупреждаем вас мы не проклинаем эти власти но молимся за них но те которые вчера лишь восславляли их сегодня с ужасом отвернулись от них с отвращением помоги всем нам Бог отдать свои сердца для Господа Христа и молиться за власти придержащие чтобы глаза их Господь милосердный помазал своей мазью о которой сказано в Откровении 3 главе вся сила наших принципов и мероприятий будет заключена в том что они нами выставятся и столкуются как яркий контраст разложившихся старых порядков общественного строя Недоступность познания ставим религии будущего Наши философы будут обсуждать все недостатки Гоевских верований но никто никогда не станет обсуждать нашу веру с ее истинной точки зрения так как ее никто основательно не узнает кроме наших которые никогда не посмеют выдать ее тайны пророки и прельстят многих в книге откровений говорится о том что в последние времена дьявол древний змей будет особенно обольшать всю вселенную и что его волшебством будет введены заблуждения все народы даже после тысячелетнего царства Христова на земле в течение которого он будет связан то есть дьявол сказано сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольшать народы находящиеся на четырех углах земли и последнее что сказано об этом лютом враге Христа это то что он дьявол прельщавший их будет ввержен в озеро огненное и серное где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков один из методов обольщения врага это обещать ложный мир усыплять людей ложной надеждой о улучшении нашего мира однако этот обман кончается внезапной пагубой ибо когда будут говорить мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут но вы братья пишет дальше апостол Павел не во тьме чтобы день застал вас как тать ибо все вы сыны света и сыны дня мы не сыны ночи не тьмы и так не будем спать как и прочие но будем бодрствовать и трезвиться читайте христовы извлечения о своем пришествии и вы заметите как постоянно он призывает нас к бодрствованию и к бдительностью и к молитве почему чтобы не прельстил нас враг это приводит нас к одному из знамени скорого пришествия христа а именно отступление правда вся история церкви свидетельствует о том что было отступление но слово боже говорит что в последнее время отступление будет общего характера и развито как никогда раньше об этом апостол павел ясно говорит в своем втором послании к фессалоникийцам во второй главе стих 3 да не обольстит вас то никак ибо день тот не придет доколе не придет прежде отступление иначе говоря когда вы это увидите тогда знайте что господь близок а иисус сказал но сын человеческий пришед найдет ли веру на земле отступление возможно только там где есть от чего отступить так что этот признак пришествии Христа нужно искать не в языческом мире но он будет явным в христианских кругах в так называемых христианских странах и притом оно будет проявляться в разных видах и формах это последнее и великое отступление будет характеризоваться охлаждением в любви любовь это барометр истинного христианства любовь это божье естество и натура слово божье ясно говорит что тот кто любит рожден от бога а тот кто не любит не познал бога о первых христианах говорили смотрите как они любят друг друга но вот в последнее время будет печальное отступление от этой божественной любви это дух лаудикийской церкви который Христос должен был сказать ты не холоден не горяч это религия без огня без жизни без божьей любви в 24 главе Евангелии от Матфея Христос говоря о своем втором пришествии сказал и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь апостол Павел говорит знайте же что в последние дни наступят времена тяжкие ибо люди будут самолюбивы не дружелюбны не примирительны жестоки предатели они будут более сласолюбивы нежели боголюбивы знайте как взамен любви в церковь вкрадывается мир она делается официальной и бесчувственной к погибающим душам лаудикийская церковь могла хвалиться материальным богатством популярностью и мирским влиянием в ее пределах могли скрываться и атеисты и предатели и никто бы их не обнаружил а если бы и знали что они там махнули бы рукой примеряясь их присутствием ведь и эта мебель необходима в церкви сказали бы они заметьте дальше что отступление последнего времени будет характеризоваться отступлением силы божьей церкви она более заботится о том что о ней думают люди чем о том как видит ее бог вы соль земли говорит христос если же соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленую она уже ни к чему не годна так разве выбросить ее вон на попирание людям точно так же не годна безжизненная религия не имеющая силы но это отступление будет также отличаться отсутствием веры в своем первом послании Тимофею апостол Павел говорит дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителем и учением бесовским а спаситель сказал но сын человеческий приезжает найдет ли веру на земле тут Христос говорит что вера то есть подлинная божия вера будет в большом недостатке ее будет очень трудно найти многие будут иметь внешний вид веры но без силы ибо вера это окажется только для показа это неверие проявляется по-разному в разных частях земного шара на западе оно принимает один вид на востоке другой но болезнь в основном та же неверие и это неверие будет развиваться все больше и больше в последнее время и знайте как параллельно с этим отступлением возрастает усилие объединить все христианские вероисповедания в одну экуменическую церковь называющуюся мировым советом церквей в этот мировой совет церквей входят все вероисповедания которым доктрины не имеют никакого значения рядом сидят и общаются священники пастора и другие церковные работники которые могут верить совсем по-разному многие из них например совсем отрицают самые основные истины слова божия чтобы войти в этот нечистый союз не нужно верить ни в библию что она слово божье ни в христа что он сын божий ни второе пришествие христа ни в небо ни в ад эта церковь инфильтрирована не только рационалистами модернистами но и безбожниками любому человеку даже маломальски знающему библию ясно что сегодняшняя экуменическая церковь или как она называется мировой совет церквей является прототипом всемирной церкви который будет возглавлять антихрист как ясно говорит апостол Иоанн кто лжец если не тот кто отвергает что Иисус есть Христос это антихрист отвергающий отца и сына разве смотрится на факт в начале православной церкви экуменической и Жени экуменист я считаю это требование времени но как он практически осуществляется практически осуществляется болтаней соберутся вина попьют чайку попьют поболтаются разойдутся ровно счетом никому никакой пользы не принесут то есть поговорят что о своем участии думают что они разнувают границы конфеты православной католической протестантской все разумевают сливаются на одно лицо это все равно что колхоз но не время какое что это печальное явление что мы цепи разъединились что у нас нет единства нахи находимся в общей жизни вот как находимся в общей жизни не на конференциях на конференциях на конференциях собрания бог что никогда никогда не нахань чайки повесть об антихристе Владимира Сергеевича Соловьева пишет об этом Владимир Филимонович Марсинковский Данная повесть представляет художественный рассказ не задал года смерти он написал повесть об антихристе три разговора 1899 и 1900 годы здесь Владимир Соловьев выступает перед нами как поэт как пророк будущего за завесу которого он старается проникнуть свете новозаветней эсхатологии учения о конце здесь говорит больше сердца автора чем его философский ум преобладает вещь и интуиция чутье прозрение предчувствие пророческое ведение антихрист придет как противник Христа и как его искажение и подделка он не только против Христа но пытается подменить его его не узнают сразу он ведь не будет зеленого цвета и с одним глазом во лбу он явится как гений в обаянии ума красоты в маске справедливости основное отличие его от Христа это гордость самоутверждения Христос сказал я пришел во имя отца моего и не принимайте меня а если иной придет во имя свое его примите Иоанна 5.43 антихрист придет во имя свое он учит и действует от себя он проповедует себя он весь самоутверждение экоцентризм и все кто не в смирении а в гордости хотя бы самой тонкой неудержимо устремляются к нему вот он выступает как всемирный император и старается объединить все народы и религии под единой властью своего скипетра он созывает вселенский собор и на нем старается привлечь на свою сторону всех христиан обращаясь к трем главным церквам католической православной и протестантской император император христиан «Чем мог бы я вас осчастливить? Что дать вам не как моим подданным а как единоверным братьям моим?» «Христиане скажите мне что для вас всего дороже в христианстве?» Затем напоминает католикам что ведь для них всего дороже в христианстве духовный авторитет в лице римского первосвященника и его видимое главенство и тут же объявляет о восстановлении древнего величия папского престола со всеми его правами и преимуществами поддавшись этим словам большинство католического духовенства и мирян переходит на сторону императора обращаясь к православным император признает что для них конечно всего дороже христианстве священное предание старые символы старые песни и молитвы иконы и чин богослужения и потому он намерен учредить в Константинополе Всемирный музей христианской археологии с целью собирания изучения и хранения всяких памятников церковной древности стоит сказать сегодняшним христианам старобрядцам за что вы держитесь этого сатана не боится ищите того что Христос оставил любви мира со всеми призывающими Господа вслед за этим большинство православных иерархов священников монахов и мирян переходит на сторону правителя для свободного священного писания со всевозможных сторон и во всевозможных направлениях он и сам оказывается имеет почетный текст титул доктора теологии поднесенный ему Тюбингенским университетом за написанное им сочинение по богословию тогда больше половины ученых протестантских теологов перешли на сторону императора однако из всех трех церквей не пошли за соблазнителем группы верующих которые теперь сблизились между собою и теснились около старца Иоанна папы Петра и профессора Паули обращаясь к ним император повторяет грустным тоном свой вопрос скажите же мне сами вы христиане покинутые большинством своих братьев и вождей осужденные народным чувством что всего дороже для вас в христианстве тут как белая свеча поднялся старец Иоанн великий государь всего дороже для нас в христианстве сам Христос он сам а от него все ибо мы знаем что в нем обитает вся полнота божества телесно и на вопрос твой что можешь ты сделать для нас вот наш прямой ответ исповедуй здесь перед нами Иисуса Христа Сына Божия по плоти пришедшего воскресшего и паке грядущего исповедуй его и мы с любовью примем тебя как истинного предтечу его второго славного пришествия с любовь земля 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 во единого бога уста подержите нас поршане вы земли видим все и не убить земля его Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Обнаруживается, что во главе этого Вселенского Собора стоит Антихрист, который и поражает смертью мужественного исповедника. Итак... И вот тогда-то обнаруживается, что во главе этого Вселенского Собора стоит Антихрист, который и поражает смертью мужественного исповедника. Итак... Вот что такое единая соборная Вселенская Церковь по Владимиру Соловьеву в его практическом представлении, в его последнем предсмертном слове. Это действительно собор, собрание верующих во Христа им искупленных, любящих Его, исповедующих Его, ценой страданий, даже до смерти мученической всех тех, для кого всего дороже Христос, у которых Он центр всего. В дальнейшем в своем содержании повесть об Антихристе касается еврейского вопроса. Евреи также оказываются прещенными Антихристом. Обманутые Его обещаниями, они устремляются за Ним. Ведь оставив истинную веру Отцов, смиренный Дух пророков, и заменив Его самоутверждением и человека божеством, а обожанием человека, они находят в Антихристе лишь высшие выражения своего Духа. Отвергнув Мессию, пришедшего во имя Отца, не приняв Бога, ставшего человеком, они принимают того, кто приходит во имя свое, во имя человека, в духовной гордыне возомнившего себя Богом, отвергнув Бога человека. Принимают человека Бога. Так исполняется пророческое слово Христа. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Иоанна 5, 43 Впоследствии, евреи вдруг узнают, что Антихрист не обрезан согласно закону Моисееву. Они покидают его, за что подвергаются жесточайшим преследованиям со стороны императора. Не об этом ли тяжком времени для Израиля говорит пророк Иеремия, 30 глава, 7 стих. О горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова. Но он будет спасен от него. Последние два слова профессор Лопухин в своей толковой Библии переводит. В нем, то есть во время этого бедствия. Как же будет он спасен? Каким путем исполнится пророчество Нового Завета, которое с верой приводит и Владимир Соловьев в статье «Христианство и еврейский вопрос»? «Весь Израиль спасется» – римлянам 11.20. В этом пророчестве, как сказано выше, «Истинные израильтяне верны духу пророков, а не только происходящие от Израиля по плоти, как это поясняет в этом же послании к римлянам, не все те израильтяне, которые от Израиля» – 9.6. «И потому Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется» – римлянам 9.27. Во всяком случае, мысль о будущем обращении Израиля как народа ко Христу вполне соответствует библейским пророчествам. И не так ли это произойдет, что разочаровавшись в последнем лже-мессии, который представляет совершенное несовершенство, совершенную гордость. Евреи в силу психологического закона Ассоциация противоположностей вспомнят того, кто был в совершенное смирение, святость, совершенная любовь. Вспомнят мессию истинного, по неведению отвергнутого и распятого, и примет его в слезах покаяния, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Захария, 12.10. Захария, 12.10. Слово преподобного Ефрема Сирина об Антихристе. С болезни сердца начну речь о том бесстыднейшем и ужасном змии, который приведет смятение всю поднебесную и в сердца человеческие вложит боязнь, малодушие и страшное неверие и произведет чудеса, знамения и страхования. «Як уже прельстите, аще возможно и избранные» Матфея 24, 24. «И всех обманет ложными знамениями и призраками чудес ими совершаемых, ибо попущением святого Бога получит он власть обольщать мир, потому что исполнилось нечестие мира, и повсюду совершаются всякого рода ужасы». Посему-то предчистый владыка за нечестие людей попустит, чтобы мир был искушен духом льсти, потому что так захотели человеки отступить от Бога и возлюбить лукавого. «Велик подвиг, братья, в те времена, особливо для верных, когда самим змием с великой властью совершаемы будут знамения и чудеса, когда в страшных призраках покажет он себя подобным Богу, будет летать по воздуху, и все бесы, подобно ангелам, вознесутся предучителям, ибо с крепостью возопиет, изменяя свой вид и безмерно устрашая всех людей. Как скоро увидит сию неизреченную скорбь, отовсюду приходящую, на всякую душу, потому что совершенно ниоткуда нет у ней ни на земле, ни на горе, ни на море никакого утешения, ни покоя. Как скоро увидит, что весь мир в смятении, что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, другие истаивают, как воск от жажды, и нет милующего. Как скоро увидит, что всякое лицо проливает слезы, и сильным желанием спрашивает, есть ли где на земле Слово Божие, и слышит в ответ, нигде. Кто перенесет дни сии, кто стерпит невыносимую скорбь? Как скоро увидит смешение народов, которые от концов земли идут увидеть мучителя. И многие поклоняются мучителю, с трепетом взывая, ты наш спаситель. Море метется, земля иссыхает, небеса не дождят. Растения увядают, и все живущие на востоке земли от великого страха бегут на запад. Также живущие на западе солнца бегут на восток земли. Бесстыдный же, прияв тогда власть, пошлет бесов во все концы смело проповедовать. Великий царь явился во славе, идите и видите его. У кого же будет такая адамантова душа, чтобы мужественно перенести все соблазны? При одном воспоминании о змии прихожу в ужас, Помышляя в себе о той скорби, какая постигнет людей в сии времена. Помышляя о том, сколь жестоким к человеческому роду окажется сей скверный змей, И сколько злобы еще больше будет он иметь на святых. Которые могут противостоять его мечтательным чудесам. Ибо много найдется тогда людей, благоугодивших Богу, Которым в горах и местах пустынных можно будет спастись многими молитвами и сердечным плачем. Ибо святый Бог, видя их, несказанные слезы и искреннюю веру, Умилосердится над ними, как нежный отец, И соблюдет их там, где они укроются. Между тем, как всескверный змей не перестанет отыскивать святых и на земле, и на море, Рассуждая, что уже воцарился он на земле, и все уже подвластны ему. И, не сознавая своей немощи и той гордыни, От которой он замыслит несчастный, Воспротивится в тот страшный час, Когда Господь придет с небес, Впрочем, приведет в смятение землю, Устрашит всех ложными чародейственными знамениями. В то время, как придет змей, Не будет покоя на земле, Будут же великая скорбь, Сметение, замешательство, Смерти, И глады Во всех концах. Ибо сам Господь Наш Божественными устами Изрек, Что такова я скорбь, Небысть От начала создания. Марка 13, 19 Мужественная Нужна будет душа, Которая бы могла Сохранить жизнь свою Среди соблазнов. Ибо если человек Окажется, Хотя несколько беспечным, То легко Подвергнется нападениям И будет пленен Знамениями Много молитв Много молитв и слез Нужно нам, Чтобы кто-либо Из нее Вернулся Твердым В искушениях, В искушениях, Потому что много Будет мечтаний, Совершаемых зверем. Он сам Богоборец И всех Хочет погубить. Ибо Такой способ Употребит Мучитель, Что все Должны будут Носить на себе Печать зверя. Когда в свое Время, То есть при Исполнении Времен, Придет он Обольстит Всех Знамениями. И в таком Только случае Можно будет Покупать себе Снеди И все Потребное И поставить Надзирателей Исполнять Его повеления. Заметьте Чрезмерную Злокозненность Зверя И ухищрение Его лукавства. Таким образом Начинает Он С чрева, Чтобы человек, Когда будет Приведен В крайность Недостатком Пищи, Вынужден Был Принять Печать. То есть Злочестие Начертания Не на Каком-либо Члене Тела, Но на Правой Руке, А также На челе, Чтобы человеку Не было Уже возможности Правой Рукою Напечатлеть Крестное Знамение, А также На челе. Чтобы человеку Не было Уже возможности Назнаменовать Святое Имя Господне Или славный И честный Крест Христа И Спасителя Нашего. Ибо Знает Несчастный, Что Напечатленный Крест Господень Разрушает Всю Силу Его И потому Кладет Свою Печать На Правую Руку Человеку, Потому что Она Запечатлевает Крестом Все Члены Наши. А Подобно И чело, Как свешник Носит На высоте Светильник Света, Знамение Спасителя Нашего. Ибо Для Того Без Сомнения Употребляет Таковый Способ, Чтобы Имя Господа И Спасителя Да Неименуемо Было В то Время Делает Бессильный Обольститель Боясь И Трепеща Святой Силы Спасителя Нашего. Ибо Если Кто Не Будет Запечатлен Печатью Зверя, Тот Не Пленится Его Знамениями. Притом И Господь Не Отступает От Таковых Но Просвещает И Привлекает Их К Себе. Спаситель, Вознамерившись Спасти Род Человеческий, Родился От Девы И В Образе Человеческом Попрал Врага Святою Силою Божества Своего. То Он И Умыслит Восприять Образ Его Пришествия И Прильстит Нас Нас Господь Наш На Цветоносных Облаках Подобно Страшной Молнии Придет На Землю Но Не Так Придет Враг Потому Что Он Отступник Действительно От Девы Только Оскверненной Родится Его Оружие То Есть Антихрист Но Сие Не Значит Что Сам Враг Воплотится Придет Жи Все Скверны Как Тач В Таком Образе Чтобы Прильстить Всех Придет Смиренный Кроткий Ненавистник Неправды Как Сам Будет Говорить О Себе Отвращающийся Идолов Предпочитающий Благочестие Добра Нищелюбивый Высокой Степени Наружностью Своей Прекрасный Постоянный Ко Всем Ласковый При Всем Этом С Великой Властью Совершит Он Знамение Чудеса И Устрашения И Примет Хитрые Меры Всем Угодит Чтобы В скором Времени Полюбил Его Народ Не Будет Он Брать Даров Говорить Гневно Показывать Пасмур Пасмур Вида Но Благочинною Наружностью Станет Обольщать Мир Пока Не Воссорится Поэтому Когда Многие Народы И Сословия Увидят Такие Добродетели И силы Тогда Вдруг Возымеют Они Одну Мысль И С великой Радостью Провозгласят Его Царем Говоря Друг Друг Найдется Ли еще Человек Столь Добрый И Правдивый И Скоро Утвердится Царство Его И В гневе Поразит Он Тех Царей Потом Вознесется Сердцем И Изрыгнет Горечь Свою Этот Змий Сметет Вселенную Подвигнет Концы Ее Всех Притеснит И Станет Осквернять Души Неблагоговение Уже В себе Показывая Но Во всяком Случае Поступая Как Человек Суровый Жестокий Гневливый Стремительный Беспорядочный Страшный Отвратительный Ненавистный Мерзкий Лютый Губительный Бесстыдный Который Старается Весь Род Человеческий Вринут В пучину Нечестия Многочисленное Произведет Он Знамения Но Ложно А Недействительно И В присутствии Многолюдной Толпы Которая Будет Восхвалять Его мечтательные Чудеса Издаст Он Крепкий Глаз От Которого Поколеблется Место Где Собраны Предстоящие Ему Толпы И Скажет Все Народы Познайте Мою Силу И Власть Ввиду Зрителей Будет Переставлять Горы И Вызывать Острова Из Моря Но Все Это Обманом Недействительно Впрочем Прельстит Мир Обманет Многих Многие Поверят И Прославят Его Как Крепкого Бога Тогда Сильно Восплачет И Воздохнет Всякая Душа Тогда Все Увидят Что Несказанная Скорб Гнетет И День И Ночь И Нигде Не Найдут Пищи Чтобы Утолить Голод Ибо Жестокие Надзиратели Будут Поставлены На Место И Кто Только Имеет У себя На Челе Или На Правой Руке Печать Мучителя Тому Позволено Будет Купить Немного Пищи Какая Найдется Тогда Младенцы Будут Умирать На Лоне Матери Умрет И Мать Над Своим Детенышем Умрет Также И Отец С Женою И Детьми Среди Торжища И Некому Похоронить И Положить Их Во Гроб От Множества Трупов Поверженных На Улицах Везде Зловоние Сильно Поражающее Живых С Болезнью И Воздыханиями Скажет Всякий По Утру Когда Наступит Вечер Чтобы Иметь Нам Отдых Когда Жена Станет Вечер Самыми Горькими Слезами Будут Говорить Сами В себе Скоро Ли Рассвет Чтобы Избежать Нам Настившей Скорби Но Некуда Бежать Или Скрыться Потому Что Все Будет Смятение И Море И Суша Глады Землетрясения Смущения На Море Устрашения На Суши Море 며 Возьми Море Стэн Море Море Тайна, беззаконие, действие, масонство об антихрисе, продолжение, часть вторая. Все же, поверившие лютому зверю и принявшие на себя печать его, злочистивое начертание осверненного, приступят вдруг к нему и с болезнью скажут. Дай нам есть и пить, потому что все мы исстаиваем, томимые голодом, и отгони от нас едоносных зверей. И этот бедный, не имея к тому средств, с великой жестокостью даст ответ, говоря, откуда люди, дам вам есть и пить. Небо не хочет дать земле дождя. И земля также не дает вовсе ни жатвы, ни плодов. Народы, слыша это, возопиют и прольют слезы, не имея утешения в скорби. Напротив того, другая, неизреченная скорбь приложится к их скорби, а именно та, что так поспешно поверили мучителю. Ибо он, бедный, не в силах помочь и себе самому. Как же им поможет в те дни великое будет горе от многих скорбей, причиненных змием, от страха и землетрясения, и шума морского, от голода и жажды и угрызения зверей. И все, принявшие печать Антихристову и поклонившиеся Антихристу как благому Богу, не будут иметь никакой части в Царстве Христовом, но вместе со змием будут ввержены в Геенну. Субтитры подогнал «Симон» Но прежде нехали будет сие, Господь по милосердию Своему пошлет Илью, святвитянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду благочестие. Субтитры подогнал «Симон» «Скоро будет приведен к бездействию. Вот святый Господь грядет скоро с неба, будить всех, поверивших знамением Его». Впрочем, немногие тогда захотят послушать и поверить всей проповеди пророков. Многие из святых, какие только найдутся тогда по пришествии Откверненного, реками будут проливать слезы к святому Богу, чтобы избавиться им от змия. С великой поспешностью побегут в пустыне и со страхом будут укрываться в горах и пещерах. И посыплют землю и пепел на главы свои, в великом смирении молясь день и ночь. И будет дарованной от святого Бога сие благодать Его. Кто отведет их в определенные для сего места, и спасутся они, укрываясь в пропастях и пещерах, не видя знамений и устрашений антихристовых. Потому что имеющим видение, без труда сделается известным пришествие антихриста. А кто имеет ум, обращенным на дела житейские, и любит земное, тому не будет сие ясно, ибо всегда таково свойство, привязанного к делам житейским. Хотя и услышит, но верить не будет, и даже погнушается тем, кто об этом будет говорить. А святые укрепятся, потому что отринули всякое попечение о сей жизни. Восплачут тогда и вся земля, и море, и горы, холмы. Восплачут и святила небесные о роде человеческом, потому что все уклонились от святого Бога, поверили лести, приняв на себя вместо животворящего. Восплачут земля и море, потому что в устах человеческих прекратятся вдруг глаз шалмов и молитв. Восплачут великим плачем все церкви Христовы, потому что не будет священнослужения и приношений. Восплях Субтитры создавал DimaTorzok Когда исполнятся соблазны всей земли, придет, наконец, подсказанному Господь. Подобно молнии, блещущей с неба, придет святый, причистый, страшный, славный Бог наш с несравненную славою. В предшествии Его славе тянув архангельских и ангельских. Где же они? Пламень огненный. Река потечет в страшном клокотании, полная огня. И рувимы, поникшими долу очами, и херапимы, летающие и закрывающие лица и ноги крылами огненными. И с трепетом взывающие, восстаньте почившие, где пришел жених. Отверзутся гробы, и во мгновение ока пробудятся все колена земные, и возряд на святую лепоту жениха. И тьмы тем, и тысячи тысяч архангелов и ангелов, бесчисленные воинства возрадуются великой радостью. Святые и праведные, и все, не принявшие печати змия и нечестица, возрадуются, возрадуются. А мучитель со всеми демонами, связанные ангелами, а также все, принявшие печать его, все нечестивые и грешники, связанные, будут приведены в предсудилище. И царь даст на них приговор вечного осуждения в огонь неугасаемый. Все же, не принявшие печати антихристовой и все, скрывавшиеся в пещерах, возвеселятся с женихом в вечном небесном чертоге со всеми святыми в беспредельные веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Океан Люди унизили славу Твою Божий привечный И землю сию Казни достойны они Повелись К мою презренных Навеки земли Был к нему глаз Покаяния жду Кто не раскаян Повинен Суду Горько рыдая И в гневе дрожа Так восклицала земля От ножа праведник Гибнет Ликует злодей Матери губит невинных детей Сын не страшится Убить мать отца Нет преступлением Числа и конца Злоба Измена Насилие Блуд Соблазны мира Повсюду растут О! Повелись! Я отверзу уста Всех поглощу И останусь И останусь Чиста Или позволь мне Не дать им Плодов Смерть Унесет их Не будет Следов Глаз Отвечал Покаяния Жду Кто Кто Не раскаян Повинен Суду Жалобы Смолкли В ночной Тишине Гимн Мироздания Слышится мне В бледном Сиянии Миллиона Светил Вижу я Реяние Ангельских Крыл Ангелы Богу Приносят Дела Все проявления Добра Или зла Все Что В минувший Свершили Мы День Вот Растворилась Лазурная Сень Вышел Вдруг Встретение Ангелов Дух Глазу Его Сладко Внем Лест Милости В нем И любви Глубина Где Вы Нашли Столь Благие Дела Мы Принесли Их Из Грозных Пустынь Мрачных Пещер Каменистых Твердынь Это Деяния Покинувших Свет Тех Кто Отринувшись Сладость Сует Алчут И жаждут Скорбя О грехах Мир Им Блаженство Их Ждет В небесах В небесах Их 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 Скрылось Везение В мерцании Светил Снова Мелькание Призрачных Крыл Ангелы Плачут С поникшей Главой Тяжесть Приносят Неправды Людской Вышел Вдруг Встретение Ангелов Дух Глазу Его Робко Внемлет Мой Слух Милости В нем И любви Глубина Ангелы Где Вы нашли Бремена Мы Обрели Владыка У тех Кто Позабыл Тебя Ради Потех Сердца И ум Их Лукавства Полны Боже Уже Мы Служить Им Должны Вы Их Наставьте На Истинный Путь Чтобы Смогли И Они Отдохнуть Радостно Будет В раю У меня Славе Немеркнущей Вечного Дня Я И От них Покаяния Жду Кто Кто Раскаян Повинен Суду Вмиг Все Исчезло Лишь Волны Порой Плещут Несмело О берег Морской В блеске Алмазом В ночной Тишине Зим Мироздания Слышится Мне Тишине Так же? Негодно Безжизненная Религия Не Имеющая Силы Но Это отступление Будет так же Отличаться Отсутствием Веры В своем первом Позлании Тимофею Апостол Павел Дух же Ясно говорит Что в последние времена Отступят Некоторые От веры Внимая Духом Обольстителем И учением Бесовским А Спаситель Сказал Но Сын Человеческий Пришед Найдет ли веру На земле? Тут Шристос говорит Что вера То есть Подлинная Божия Вера Будет в большом недостатке Ее будет Очень трудно найти Многие будут иметь Внешний вид веры Но без силы Ибо вера Это окажется Только для показа Это неверие Проявляется По-разному В разных частях Темного шара На западе Оно принимает Один вид На востоке другой Но болезнь В основном Та же Неверие И это неверие Будет развиваться Все больше и больше В последнее время И знаете Как параллельно С этим Отступлением Возрастает Усилие Объединить Все христианские Вероисповедания В одну Экумуническую Церковь Называющуюся Мировым Советом Церквей В этот Мировой Совет Церквей Входит Все вероисповедания Которым Доктрины Не имеют Никакого значения Рядом сидят И общаются Священники Пастора И другие Церковные работники Которые могут Верить Совсем По-разному Многие из них Совсем Отрицают Самые основные Чтобы войти в этот Нечистый союз Не нужно верить Ни в Библию Что она Слово Божие Ни в Христа Что он Сын Божий Ни Второе пришествие Христа Ни в небо Ни в ад Эта церковь Инфильтрирована Не только Рационалистами Модернистами Но и Безбожниками Любому человеку Даже Маломальски Знающему Библию Ясно Что сегодняшняя Экуменическая Церковь Или как она Называется Мировой Совет Церквей Является Прототипом Всемирной Церкви Которой будет Возглавлять Антихрист Как ясно Говорит апостол Ян Кто лжец Если не тот Кто Отвергает Что Иисус Есть Христос Это Антихрист Отвергающий Отца И сына Да Картина мрачная Но среди этих Тяжелых дней Болезни Нашего мира Бог Обещал Посетить Нашу землю Еще раз Обильным Излиянием Духа Святого Прежде Нежели Наступить День Господень Это будет Тот Поздний дождь Который был Еще обещан Левхозаветным Пророком Яилем Все может быть Что это будет На очень Короткое время Но это Излияние Будет Настолько Мощным Что захватит Все концы Зимного шара Бог говорит Через Яиля И будет После того И залью От Духа Моего На всякую плоть Там и сам Мы уже видим Капли То есть Начало этого Излияния На днях мы слышали О таком мощном Пробуждении В Камбодже Где Тысячины Например Собирается На футбольном Стадионе Слушать Евангелие И среди множества Обращения Бог Совершает Чудеса И изливает Духа Своего Сопровождаемые Его дарами Началось Это пробуждение Одним Молодым Американцам Принадлежащим К так называемому Иисусову Движению Он пошел К высшим властям Страны И получил разрешение Нанять футбольный Стадион И за кратчайшее время Стадион был наполнен Людьми Пробуждение Продолжается И по сей день Но согласно Слову Божьему Мы можем Ожидать Такое пробуждение В всемирном Масштабе Однако На тему Пробуждения Как один из признаков Второго Прочастия Христа Я бы хотел Посвятить целую проповедь Что мы С Божьей помощью Сделаем Но заметьте Еще одно Знамение Последних времен На которое мы Также должны Обратить внимание И который Уже начинает Разыгрываться Перед нашими глазами Я имею ввиду Евангелизацию Всего мира Как бы не были темные Надвище Над нами Тучи Безбожия Неверия И беззакония Слово Божие Ясно указывает Что мир Должен быть Евангелизирован До пришествия Христа В 14 стихе 24 Вет Матфея Сказано Что Проповедано Будет все Евангелие Царствие По всей Вселенной Во свидетельство Всем народам И тогда Придет конец Прошу отметить Что это произойдет Как раз Во время Исполнения Других Знамени Второго пришествия Когда будут Военные слухи Глады Моры И землетрясения Мир будет В то время Когда будут Сильные гонения Когда Свидетели Христовы Будут ненавидимы Всеми народами То есть Когда будут Гонения Не только В отдельных частях Земного шара Но по всему Лицу Земли Эти слова Христа О всемирной Евангелизации Были сказаны Как раз В контексте Этих Событий Последнего времени И если Вы откроете Ваши Библии Книги Откровения К 14 главе То там Ангелами Ангелами Называются И люди Те которые Посланы Например О Яне Крестителе сказано Сей я посылаю Ангела Моего Предлицом Твоим Пресвитеров Семи церквей В Малой Асии Христос Называет Ангелами Ангелами Заметьте Также Что только В одном случае Небесный Ангел Возвещает Благую Весть Это было При рождении Христа Когда он объявил Пастухам Что в городе Давидовом Родился Спаситель Христос Господь Но после этого Возвещает Благую Весть только Искупленные Дети Божьи Ангелы не могут проповедовать Евангелий Никогда Не пережив Спасение И прощение Грехов Только Грешник Искупленный Растенный Свыше Помилованный Способен Передать Другим Благую Весть Любви Христовой Поэтому Все возможно Что этот Ангел Упомянутый В книге Откровений Летящий Посреди неба Который имел Вечный Евангелий Является Спутником Который Будет Пущен В орбит Для Передачи Ивангельской Вести И это может произойти Совсем Недалеком Будущем Может быть Кто-нибудь Улыбается Думая Что Для верующих Это недоступно Но подумайте Пару десятков лет тому назад Вы думали Что в вашей комнате Будете слушать Ивангельские программы Не только ежедневно Но и по нескольку Раз в день Подумайте Сколько людей Только в вашей стране Слышат Евангелие Которые бы его Никогда не услышали Если не было бы Этих Радиостанций Передающих Благую Весть На разных На речьях Например По последнему Счету Существует Сейчас Более 75 христианских Радиостанций В мире И поверьте мне Что это не конец Будут помимо того Спутники Сателлиты Которые будут Тоже Проповедовать Вечной Евангелии Как сказано Громким голосом Который никто Не сможет Заглушить Говоря Убойтесь Бога Убойте ему Славу Ибо наступил Час суда его И поклонитесь Сотворившему Небо и землю И море И источники Вот Дорогие друзья Приближается то время Когда Весь мир Услышат Евангелие Ты мой друг Сидящий там У твоего радиоприемника Являешься Свидетелем Что оно Теперь Доходит До всех Концов И быть готовым К пришествии Иисуса Христа Христос В церкви К так называемым Сектантам Вы верите в Бога Признаете Христа Любите Слово Божие Но Обратите внимание В каком забвении У вас Находится Вопрос Рукоположения И Имеете Имеете ли вы Юридическое право На свое существование Не Потрудились Ли эти братья Каменщики Масоны Когда Поставили Своей задачей Проникновение Во все Религиозные Секты О чем было Прочитано В комсомольской Правде Каким образом Держа в руках Библию Вы не заметили Что 2000 лет Она имела 77 книг Цифра 7 означает Божью Полноту И Вы выбросили Из нее 11 книг Не 10 И не 9 Но ровно 11 Чтобы Оказалось 66 Кому Это выгодно Чью цифру И Кто поставил На Библии Далее В первом Послании Коринфянам 10 Главе Написано Что все Что было Известно Из Ветхого Завета Написано Нам Достигших Последних Времен Чтобы мы не были Похотливы На злое Как Были похотливы Те люди Которые Не внимали законы Божию И не хотели Исполнить Все в точности Вы забыли Что 10 колен Отделившихся От истинного Богом Установленного Израиля Были Отвергнуты Богом Хотя К нему Посылались Пророки Подобные Илии И Елисею Но От них уже не было принято Ни единой жертвы Ибо Жертвенник был поставлен Только в Иерусалиме И священство Должно Быть Из колена Ливиина Все Приходящие Цари Даже Добрые В конце Своей жизни Получали Упрек Ибо не отстали От греха Иеравама Сыноватого То есть От греха Разделения Не получится ли И так С вами Что угождая Во всем друг другу Известные всему Мира Даже лучшие Проповедники В конце мира Можете услышать Это грозное Слово Божие Что он Никогда Не знал вас Ибо Вы сами Себе Придумали Ритуал служения Обратите Внимание Что Враги Церкви Проникают Постоянно Так Например Сейчас У баптистов Во многих местах Запретили Говорить Устрашающие По мнению Атеистов Проповеди О страшном суде Призывом К покаянию Кто Уходит Церковь Кто Прислал Эти распоряжения В каком возрасте Крестить Когда И кому Приезжать Из-за чего Получился Раскол И ныне вновь Существующая Секта Совет Церквей Нужно Стремиться К тому Чтобы Единами Научиться Славить Бога А это возможно Тогда Когда на нас всех Будет Пребывать Благодать Исходящая От Христа Через Священнослужителей Имеющих Подлинное Рукоположение Епископата Нисходящего К апостольским Временам Все Секты Ныне Проповедуют Что Церкви Божии То есть Верующие Не будут Страдать Потому что Они будут Восхищены За тысячу лет До пришествия Христа До второго И славного Его пришествия Как сумели Просмотреть 13 главу Евангелия От Матфея Где сказано Что Плевелы И пшеница Будут Расти вместе До Жатвы А жатва Есть Кончина Века Кто Желает Расслабить Руки Народа Божия И не дать Ему подготовиться В схватке С последним Врагом душ Человеческих С Антихристом Подумайте об этом Внимательно Пока не поздно Поехали О О О О О О О О х О О Продолжение следует...